История длиной в 63 года и тысячи вупскников, работающих по всему миру. Все это факультет иностранных языков Маргу. В каждой школе Мариэл, в ведущих вузах России, в десятках международных и российских компаний, образование, полученное на ИНЯЗе классического университета, открывает широкие перспективы перед каждым его студентом. Среди успешных выпускников ФИЯ и министр образования республики Галина Швецова. Качество подготовки специалистов по английскому языку. Я помню просто в свое время, когда я еще там училась, у нас были своеобразные конкурсы вместе с Казанским педагогическим институтом тогда еще был. Мы у них выигрывали в конкурсы и викторины. То есть качество подготовки у нас было лучше, и мы, в общем-то, этим гордились. Традиции образования, заложенные много лет назад, сильны и сейчас. Студенты ФИЯ Маргу имеют возможность не только хорошо изучить языки, но и закрепить свои знания наилучшим способом – погружением в языковую среду. При должном усердии в учебе у каждого есть шанс пройти обучение за рубежом в США и Европе, стать волонтером одной из международных организаций, выиграть грант от иностранных вузов. На нашем факультете особое внимание уделяется образованию и, в частности, языкам. Те преподаватели, которые у нас были, они вложили в нас столько знаний, что мы участвовали в различных олимпиадах. И мы подавали документы на стипендии, в частности, стипендия от германской службы академических обменов. И даже два человека из нашей группы поехали в Германию одним летом для того, чтобы улучшить свои знания немецкого языка. Что могли бы посоветовать будущим эвитриентам, на что делать, на что обращать особое внимание? В первую очередь, конечно, обратить внимание на иностранные языки, поскольку ежедневная практика, она отнимает очень много времени, поэтому, если студенты подготовятся заранее, это будет очень большим плюсом. Но и к тому же нужно быть готовым к тому, что каждый день вас будут ожидать какие-то мероприятия, не только языковые, но и на сплочение, на командообразование, поскольку, на самом деле, в УЗИ проходит очень много мероприятий, и вот после обучения, завершения обучения, действительно не хватает иногда того заряда и той энергии. Научат не только учиться, но и учить. Часть выпускников ФИЯ имеют педагогическое образование. Ломая сложившиеся стереотипы, можно утверждать, сегодня и педагог может быть успешным. Единственное условие – нужно любить свою профессию. Я тоже являюсь выпускницей этого факультета, чем очень горжусь. Он всегда был самым престижным, и на этот факультет всегда сложно было поступить, и сейчас тоже сложно. Почему? Знание иностранных языков сегодня очень важно для потенциальных выпускников и будущих молодых учителей, которых мы рады всегда приветствовать в стенах нашей школы. Но что важно? Хочу сказать, что знания английского языка, немецкого, французского, которые дает наш факультет, очень хорошие. Я это могу сравнить с пребыванием в Москве. Чуть я была во многих московских школах, специализированных школах, и должна сказать, что мы ничем не хуже, а наоборот лучше. Впрочем, знания, которые дают студентам на факультете иностранных языков Маргу, открывают выпускникам дорогу не только в педагогику, но и в бизнес. Надежда Медведева успешно ведет свое дело. Сначала она открыла бюро переводов, а затем и лингвистическую школу. Ее принцип состоит в том, что высшее образование, полученное в классическом университете, отличная база, на которой своими силами, продолжая учиться везде и всегда, можно достичь любых поставленных целей. Моя специальность – это лингвистика. По образованию я лингвист-переводчик. В целом оцениваю качество образования как самое высокое. Но при этом я считаю, что все-таки очень многое зависит от самого человека, от самого студента. То есть можно взять ту информацию, те знания, которые дает вуз, можно ее не взять. Мой опыт показал, что хорошие кадры, хорошие специалисты в любой области всегда востребованы на рынке труда, как на международном, так и на российском. Поэтому все наши выпускники, наши группы, наши специальности, они сейчас будут устроены в качестве переводчиков или преподавателей английского языка. И в нашем городе у меня была мечта иметь работу, так скажем, моей мечты, работу, которую я мечтала всю жизнь. Но, к сожалению, именно под те параметры вакансии, существующие на рынке, не были представлены. Я решила, что нужно создать такую работу самой. В связи с этим у меня появилась идея об открытии переводческого агентства и уже чуть позже школы иностранных языков. На самом деле у меня было три основных этапа. Первый этап – это получение образования в Мариинском государственном университете. Второй этап – это получение, наверное, самообразования. То есть мало было иметь диплом переводчика, нужно было быть хорошим переводчиком. Для этого требовался определенный опыт, определенные тематики. Я работала три года техническим переводчиком на заводе. И после этого уже я решилась на открытие собственного дела. Сложно это было или нет, сложно оценивать. Но я считаю, что все достижимо, все возможно. На текущий момент у нас занято в штате пять переводчиков. И более 50 переводчиков работают на удаленной основе. Итак, многолетние традиции, качественное образование и прекрасные карьерные перспективы. Какую сферу деятельности вы бы не выбрали. Все это ждет каждого, кто решил поступить на факультет иностранных языков Маргу. Если вам интересна лингвистика, и вы готовы серьезно работать над собой, классический университет ждет вас уже в этом году. В этом году на факультет выделено 48 бюджетных мест для обучения по программам бакалавриата и 15 бюджетных мест для обучения по программам магистратуры, которые в этом году будут реализовываться по трем направлениям подготовки на нашем факультете иностранных языков. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить всех выпускников образовательных учреждений как нашей республики, так и соседних регионов поступать на факультет иностранных языков, потому что мы работаем по принципу научить студентов тому, что отлично умеем делать сайт. Редактор субтитров А.Семкин